4 октября в день 85-летия со дня образования гражданской обороны в Главном управлении МЧС России Призанской области прошло торжественное мероприятие. На нем собрались ветераны службы, а также действующий состав, который стоит на защите населения при чрезвычайных ситуациях. С приветственным словом выступил начальник Главного управления МЧС России Призанской области Сергей Филиппов. Он отметил, что в этом году, к счастью, в Рязанской области крупномасштабных чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако за прошедшие два года гражданская оборона вышла на новый уровень. Теперь население получает защиту не только вследствие военных действий, но и при других критических обстоятельствах. У нас сейчас население очень посещает лес за грибами. Буквально в эту субботу потерялось две женщины и трое малых детей от 7 до 12 лет. И вот система, которая у нас налажена, сразу был создан штаб, были задействованы не только МЧС, но и МВД, администрация Клепиковского района. И в ходе поисков удалось вывести людей, спасти уже пять человек, но это все-таки жизнь людей каждого. В этот день Сергей Филиппов передал собравшимся поздравления от министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова и президента нашей страны Владимира Путина. Кроме того, многим собравшимся, которые внесли свой вклад в развитие гражданской обороны, 4 октября были вручены памятные медали. Награды получили также журналист телекомпании «Город Анна Герцовская» и оператор Станислав Кудряшов за профилактическую работу. Отметили награды и Александра Юрьевича Приказнова, который в 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под его началом действовали 1700 человек и 800 единиц техники. И сегодня он отмечает, что идет не только развитие системы гражданской обороны, но и меняется уровень сознания людей. Я выступал перед школьниками, у нас 26 апреля обычная дата памяти Чернобыльской АЭС. Мы выступаем перед школьниками и я не думал, что два года назад наши школьники будут заинтересованы темой ликвидации последствий. Все слышали, что случилось в Японии, и последние события, которые повлияли, я удивился, что 11 класс начинает этим вопросом заниматься и внимательно слушать. Я думал, меня никто не будет слушать. То есть понимание у людей о защите складывается уже в современных условиях. Может быть, военные конфликты, которые происходят в мире, заставляют школьников задуматься. А может быть, век технологий дает им больше информации, и школьники уже имеют представление о возможности возникновения различных происшествий. В любом случае, россияне могут жить спокойно, поскольку развитие такого направления, как гражданская оборона, идет в ногу со временем. Сейчас в Рязанской области достаточно современной техники, большой личный состав, и в случае возникновения опасности, людям остается лишь вовремя среагировать на сигнал о тревоге, прослушать информацию по телевизору или радио и получить план действий. А Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предпримет все меры для защиты населения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».